Приветствую вас, Максим. Я думаю, что свой вопрос вы задаете не совсем корректно, то есть ваш вопрос, кто бы как поступил, совершенно не корректен, и вот почему. Во-первых, чувство одиночества, которое вы испытываете, разочарование, которое вы испытываете, это с точки зрения профессиональной психотерапии ваша ответственность. Это ваша ответственность, Магнум Максим. Именно вы испытываете одиночество и разочарование. Одиночество родом из детства и связано с тем, что вы, например, не принимаете себя. Ну, допустим, таким, какой вы есть, то есть вам для того, чтобы комфортно существовать, нужен другой человек. А что касается разочарования, это определенные ожидания к человеку. Поэтому мне кажется, что с этим нужно работать отдельно. И с вашими ожиданиями, в основе которых лежат ваши желания, же ответственность за которые вы прикладываете на другого человека, на своего партнера. И с этим чувством одиночества, которое связано с тем, что вы себя таким, какой вы есть, не принимаете. Что же касается ситуации, то опять же, если ваша жена едет в место какое-то, и вы считаете, что там может быть что-то связанное с изменой, то это означает, что ваша жена чем-то не удовлетворена вашей сопровидской жизни, например. И, соответственно, здесь нужно поисследовать, что ей может быть не нравится, что ее может быть не удовлетворяет и так далее. С этим, еще раз повторю, можно и нужно работать. Дальше. Вы пишите. Значит, так. Женился месяц, двух месяцев назад. Ну, то есть, здесь нужно не исследовать вообще, что ваш женой объединяет, что между вами общего и так далее. Все было хорошо, в новом году узналось, что у супруга надумала ехать с коллегами в корпоратив в другой город на пару дней. Почему-то, в отличие от моего места работы, там супруги и т.д. строго под запретом. Так. Я не очень понял смысл этой фразы. Где супруги под запретом? Я сам по себе не тиран. Интересно, что вам вообще пришла в голову эта мысль, что вы не тиран. Все это разумно разрешаю. А кто определяет, что разумно, что нет? Как вы вообще можете что-то разрешить, а что-то не разрешить человеку? Не понятно. Дальше. Уверен, что человек должен сам делать свой выбор, а уже по этому выбору сделать выборы. Ну, в принципе, да, это позиция адекватная. Я, конечно, сказал, что семейные женщины как-то не очень адекватные. Начивать бог знает день, пиваться в компании, где много лёгких мужчин. Ну, вы имеете право высказать своё мнение, это правда. Начались сразу же отговорки, что это обязательно, отказаться нельзя и т.д. Это на самом деле даже смешно и нелеп. А это уже ваши оценки, которые могут отличаться от реальной... От реальности, потому что неизвестно, какие отношения в коллективе вашей жены. И, наверное, откажется, что будет дальше. То есть, бывает так, что коллектив принуждает, это правда. То есть, как-то вот не вяжется ваше мнение с тем, что вы после этого оцениваете. Недавно я вообще начинал говорить, что это приказ, на что я ответил, что вы приказы рабам или военнослужащим. Ну, то есть, опять же, да, вот вы здесь как-то вот в свою позицию активно начинаете продвигать, давить. В общем, как я понял, моё мнение и то, что мне неприятно, и мало забудет ваше мнение, она могла высочет принять к сведению и сделать по-своему. По-своему, потому что это касается только её. А то, что вам неприятно, ну и следовать. Потому что пока что прямого вреда нет, кроме только того, кто-то говорит, что между вами нет доверия. Вы просто не доверяете друг другу. На таких условиях семью не создать. То есть, на отсутствие вероверия, вы хотите сказать, не создать семью или как. Посещать мысли о разводе, кто что скажет. Скажет, чтобы что. Какой у вас запрос, что вообще, к психологам. Выбрала вариант ехать несмотря ни на что, уважение к человеку этому пропадает, как и все тёплые чувства. А вот разочарование растёт сильно. Но опять же, если это любовь была, если вы любили свою супругу и любите, то какие чувства не пропадёт. А если от одного поступка, к тому же, ещё вообще ничего не случилось, да, если у неё попадают, то, знаете, ваши отношения, скорее всего, были, ну, не такими вообще прочными. Вопросы. Кто бы как поступил. Некорректный вопрос. Вы задаёте вопросы психологам. Как уводить человека в отношении над этими компромиссами? Показать, что вы услышите её желания в первую очередь. И если говорить о том, что, ну, вы заинтересованы в том, чтобы она сделала, как вы хотите, то нужно показать ей, именно показать ей, что вы прислушиваетесь к её желаниям. Вот и всё. То есть, вникните, нужно, ну, желательно вникнуть, желательно разобраться в этой ситуации, принять её и дальше смотреть по результатам. То есть, опять же, вы говорите, что, вы пишите, что человек должен сам делать свой выбор, поэтому по этому выбору делать вывод. Кто-то человек решил ехать, то ещё ничего не значит. Вы боитесь измены, а это вопрос недоверия. Кроме того, возможно, вы боитесь всего-то ещё. Например, вы сами не уверены в себе, почему жена обязательно должна вам изменять. К примеру. То есть, с этим нужно распираться. Вот и всё. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. OW itRO Продолжение следует...